Самые дорогие якутяне в прямом смысле этого слова на сегодня проживают в районах Крайнего Севера и Арктики. Высокие цены на ГСМ неминуемо увеличивают цены на продовольствие и другие товары. А где в центр можно выехать только с помощью самолета, цены еще выше. Неразвитая транспортная система в зимнее время создает массу проблем с завозом топлива на места. Уровень безработицы здесь также самый высокий в регионе 8,5%. Об этих и других актуальных проблемах и вопросах говорили сегодня на заседании Координационного Арктического Совета при главе Республики. Юлия Михайлова подробнее. Конкретные меры по улучшению качества жизни на Крайнем Севере отражены в комплексной программе «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». В документе прописаны конкретные мероприятия по взаимодействию государства, недропользователей и самого населения. На сегодня многие социально-экономические вопросы территорий связаны именно с позициями недропользователей, с которыми муниципальные образования заключают соглашение о сотрудничестве. Но законодательно эта норма не закреплена. «К сожалению, пока законодательно такой прямой нормы нет, что недропользователи обязаны заключить такие соглашения. Но мы эту работу проводим непосредственно с самими недропользователями. Недропользы это понимают прекрасно, идут на строчке в основном и заключают такие соглашения». На Совете прозвучала и критика в адрес разработчиков программы в части неисполнения многих поручений главы региона и президента страны. В частности, на очистку от мусора Арктике выделено порядка 6 миллиардов рублей. Эти средства активно осваивают соседние субъекты арктической зоны, но не в республике. Добычу золота также можно было активизировать, к примеру, магаданцев, где в пилотном режиме разрешена добыча драгметалла частным лицам. Много лет вопрос не решен окончательно из добычи мамонтовой фауны. А вот что главы предлагают по обустройству автозимников. Конкретно в нашем районе существует автозимник Аннабар. Мы хотим поддержать предложение службы спасения республики по обеспечению таких дорог пунктами обогрева. Есть типовые вагончики, стоимость их до 500 тысяч каждого. И можно было бы ежегодно закупать такие вагончики и ставить на автозимниках, как у нас, допустим, через каждые несколько десятков километров. Эти пункты не требуют каких-то дополнительных ресурсов, там люди не требуются, вагончик и печка. Прозвучало и такое предложение, как выплата пенсии матерям, имеющим 5 и более детей. По итогам данного совещания мы будем дорабатывать, то, что внесены были замечания, все это будут рассмотрены. И мы будем, соответственно, изменения вносить в проект решения и, соответственно, дальнейшую работу проводить по этому вопросу. Юлия Михайлова, Юрий Филиппов, НВКСХ, Якутск.